Архиепископ Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию и чин великого освящения воды в Александроневском кафедральном соборе. А сотни людей вместе с нашим коллегой телекомпанией «Образ» приняли участие в крещенских купаниях на семи водоемах Нижнего Новгорода. Церковь особо совершает молитвы и призывает Дух Святой на все живущее и существующее на этой земле. И мы знаем, что освящается и земля, и люди, и животные, и все тварное в этом мире, потому что Господь есть жизнь, есть любовь, есть слава во веки веков. Эти службы важны для нас, в том плане, что они и праздничные, и радостные, и лишний раз направляют мысль на духовные. Незадолго, кстати, до Нового года побывал в Израиле, в Иерусалиме и в месте крещения Христа. Это тоже благодать невероятная. Нижнегородцы смогли испытать себя на семи водоемах города. Одним из них стал грибной канал. Здорово. Первый раз купаетесь? Нет, каждый год купаюсь. Каждый год? А что заставляете прийти такой мороз? Господь Бог. Я просто первый раз купаюсь, вообще нормально. Правда холодно, но сейчас уже все. Существует распространенное мнение, что в день крещения все вода на земле становятся святой. Однако это не так. Свои особые свойства она приобретает только в храме, когда совершается чин великого освящения. Излюбленные же всеми крещенские купания – это просто народная традиция. Сейчас на улице не более 10 градусов, для купания самое время, но заходить в воду надо все-таки осторожней, постепенно снимая с себя одежду. Ну, как говорится, с Богом. Ну, в принципе, ничего страшного, даже не холодно. Но самое главное – это все-таки не искупаться на крещение в ледяной воде, а сходить в храм. Субтитры создавал DimaTorzok